и все что вот по этому глазу все что увидит моно если будет необходимость я буду корректировать мы звук у тебя не будем отключать очень важно потому что пока не нет не нужно не нужно очень важно чтобы ты в момент у меня на автомате срабатывает знаешь как этот тумблер тумблер защиты мне ее нужно вытянуть не нужно забирать все отрезать всех выгонять мы некоторые моменты я могу не понимать и меня вот перебивай момент что это не опасно если ты знаешь матка и глаз это разные вещи или это одно ну вот я у тебя это это разные мне идет понимание что это разные вот этот глаз это что-то более масштаб я это видела так можно это рассмотреть но они не уверена все что увидишь рассказывай рассказывай тогда мы начнем с этого или с технологии давай с технологии опять то есть по накатаны технология потом кто и как напал что происходило дальше и изучение того кто напал веди веди сам если что я короче короче ребята вы вдвоем я вам доверяю поехали хорошо по технологиям что именно мы смотрим какое оружие какой период то же самое пушки откуда брали энергию как это выглядит и что было внутри и состав этого того что внутри как это располагалось на местности то же самое церкви так называемый что под церквями что над церквями под этими антенками состав того что внутри может быть увидит как называется это вещество тебе нужен этот состав он как важен вообще информация да это свободная энергию это освобождение мира по сути ну ты хочешь как-то это использовать я имею виду практически до виду на балабановской фабрике начнет выпускать не завтра но проверить нет но я имею до вот мне кажется что ты хочешь это использовать ну да да поэтому тебе важно именно формулу точную. Да. Потому что самостоятельно тыкаться это до бесконечности. Ну, конечно, это можно всю жизнь протыкаться. Давайте, ребята, пробовать. Плохо, да. Плохо, что мы не разбираемся в формулах этих химических составов. Мы, скажем так, вообще ни в чем в этом не разбираемся. И слава Богу, давай что увидишь. Если что, я потом подкорректирую. Опасаться опасностей не стоит уже. Моя энергетика для нее, я тоже скажем так. Поэтому вали все на меня. Мон, если что, опасно будет. Веришь? Я уже абсолютно не боюсь. И слава Богу. У тебя был такой страх? Убрал. Уже его нет. Да. Она капец какая стала смелая. С детства пошла. Вообще не боюсь ничего. Даже уже я говорю, меня с собой. Да, Паша, ты перестал вампирить, кстати. Ты прям лез мозгами всюду. Как будто у тебя закрыл свои видни. Ты пытаешься как-то это компенсировать. Нет, мы просто так с Пашкой работали. У нас такая была, ну вот, методика такая была. Он направлял. Это работа. Я, кстати, после этого тоже стал более мозг отключать, разум отключать. И как-то ощущать пытался. Именно нужно пытаться ощущать. После прошлой недели изменения у нас тоже начались. У нее пропал страх. Я как-то по-другому стал воспринимать информацию. У тебя тоже был страх, и ты из-за этого страха лез мозгами все, чтобы у тебя желание было мозгами все контролировать. Сейчас ушло. Ты доверяешься уже больше Вселенной всем. Хорошо, я рад, что ваши изменения наблюдать, это классно. Ладно, рад. Спасибо. Отлично, отлично. Хорошо. Ты не против, если мы найдем тебя на тонком плане, твое эфирное тело? Конечно. Со мной все, что угодно, потому что куча гирь на мне из-за войнушек, из-за много чего, которые я не вижу, потому что это сделано на меня. То есть вот, давайте тогда с меня начнете. То есть поэкспериментируйте, как хотите. По вашей обычной. Хорошо. Мона, ты готова? Да. Я сейчас... Тебе короткую или длинную? Давай длинную. Я сейчас посчитаю. Постараюсь поглубже. От пяти до одного ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние, в эфирное пространство. Пять. Четыре. Мона, что ты видишь? Ничего, я в эфирном пространстве. Мы на рабочем уровне. Поднимаемся. Да, поделись. Нет, вокруг нас никого посторонних. Хорошо. Соединись с информационным потоком. И на счет три. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Ильи. Один, два, три. Ну, скажем так, я его вижу. А что значит, скажем так? Видение, да, препятствие видения ограничено. Если брать, что его сфера имеет круглую форму шара, одна полусфера, полностью покрыта огнем, кто-то на него льет огонь, или он просто ад, этот огонь отбивает от себя. Там, где лицо, впереди него, там, адынь. Передняя часть сферы, задняя нормальная. Но это тоже не совсем нормальная. Там какая-то, как белый порошок. Это похоже на две противоположности, что лед и пламя. Пламя. Ты не можешь считать его эфирное ДНК? Мало. Считай, он ли это? Сколько у него лент ДНК? Я не знаю. Ты мне скажи. Да, это он. Сколько ты видишь лент? Он говорит, что это он и этого достаточно. А, эту информацию нам знать не нужно. Хорошо. Он дает разрешение с ним работать? Да. Хорошо. Ему не мешает этот огонь на сфере? Он его отбивает. Руки вот так держат. Закрывает руками, да? Это не так много усилий, чтобы закрывать. Для него это не сильно усилие. Да. Хорошо. Не мешает ему ничего, чтобы мы могли сейчас как-то помочь убрать что-то лишнее? Его все устраивает? Ну, а ты тяжелый. Что ему мешает в ногах? Начинает колени до щеколоток. Откуда? Цепи такие большие, как якорные, вокруг ног. Они не импланты. Это что-то, нечто другое. Они имеют вид цепей. И они массивные, но они прозрачные. Что-то, что не имеет плотности, не имеет материи. И это еще тяжелее убрать. Это не импланты. Он знает, кто это сделал и когда. Он думает, что да. Это из материала какой-то иной вселенной? Не из нашей вселенной? Да. Поэтому никто не видит. Похоже на... Похоже на... Знаешь, что это? Как... Какая-то жидкость, секреция изо рта по насекому. Не паутина, но какой-то сок, который застывает. Это как... От той матки, которую мы видели. Я не знаю. Я не смотрела. Есть ли в нее такая субстанция. Сравнить с ее ДНК не могу. Посмотри. Нет. Когда это было сделано? Два или три месяца назад. Три. Цель этой жидкости, этой структуры. Так и есть. Выстреливает чем-то. Знаешь, как вот... Игрушки такие или оружие такое. Не совсем понимаю, что... Выстреливает и сеть какая-то падает на кого-то. Ему в ноги попало. Ну, это нанесить, это цепь. Да. Чтобы ноги удержать. Для этого? Чтобы его как-то опутать, ему ноги? Чтобы опустился помише. Откуда идет огонь на его сферу? Дело за малым. Он должен опуститься, и его разорвут те, кто внизу находится. Здесь руки, лапти, когти много. Целая толпа. Вот как, знаешь, как толпа поднимает руки вверх. И все так тянут руки. Илья, ты в курсе этого, да? Да. Более чем, да. Каков был план? Не напрямую, а просто минимальными усилиями сделать так, чтобы общество, и я пошел на... Конфронтации. Да, 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 да. Меня как перетерло в жерновах ничего. Ну, неважно. Давай дальше. Это должны сделать те, кто внизу тебя достанет. Сентрой подло, да, да. Ну, ладно, давай сама дальше. Молодец. Посмотри, откуда идет огонь. Здесь все очень просто. Что ты видишь? Это как дракон какой-то. Вот, который на картинках изображен. Рептилоид, дракониец, что это такое? Представитель цивилизации бассала. Те, кто подчиняется. Бассалов кого? Тех, кто сверху, вверху есть. Тот, кто над этим драконом? Да. Кого ты видишь над этим драконом? Кто приказал дракону сжечь и лью? Там структура. Вертикальная структура? Нет. Опиши, пожалуйста. Что ты пишешь? Охожена на рамку вулии. Как вулии, как соты. Вижу такую структуру вверху. Это структура группы существ или одного существа? Понимаешь, этот огонь, он не причиняет ему вреда. Он просто его отвлекает, руки ему сдерживает. Если он освободит руки, не будет сдерживать этот огонь, он порвет цепи. Но он рукой держит огонь, не пропускает к себе этот отвлекающий маневр. На самом деле, этот огонь не несет ему никакого вреда. Ему идет просто план захвата, чтобы ноги не смог освободить. Вот в чем дело. Покажи эту информацию Илье, эфирному телу его. Да, он видит. От этого всего комплекса, руки, ноги, огонь, цепи, итоговая цель какая у паразитов? Заставить его упасть. Почему он? Почему ему это делают? Он сам себя назначил и сам себя выбрал в жертву. Идет информация с темной стороны. Это его добровольное желание. Он говорит, что не жертва, а воин. Они говорят, что это все едино. Считывая информацию с двух сторон. Нет, это плохо. Почему? Идет воздействие. На кого? Я должна уговорить. Отсоединись от темной стороны. Отсоединилась. Да, вот и должна была уговорить Илью. Не вижу. Давай на три. Может заговорить. Подожди. На счет три пусть придет ответ. Кого ты сейчас должна была уговорить, заговорить, отвлечь? Один, два, три. Отвлечь ли я? От чего? Диалог не случайен. От чего? Пропустить удар. Сейчас должен был быть удар или он уже был? Нет, не сейчас, но... Позже. Время не имеет такого значения. Во время можно вернуться. Я понял. Итак, Илья увидел. Он говорит, что предупрежден. Пусть отвлечется от огня и попробует снять с себя эти цепи, эту структуру, то, что его удерживает. Вон, а что ты видишь? Я ему говорю, что любая защита – это признак слабости и неуверенности. Он сдерживает огонь, и они чувствуют, что он напрягается. Он может просто освободить путы, освободить ноги. И они увидят, что он бесстрашно идет в бой. Страха у него нет. Мера предосторожности не ради безопасности. Ради того, чтобы довести до конца, он не хочет больше. Слишком долго это не натянулось. Должен довести дело в этом воплощении. Следующее должно быть светло. Я правильно говорила? Посмотри. Долго это все длится, верно. Раз я уже начала, то смотри про свое воплощение. Что там у меня было? Когда был первый контакт с этими силами? В моем субъективном времени в этом воплощении и в тех, если было? Что видишь из тех воплощений? Давай с этого начнем. Посмотри, когда у него был первый контакт в этом воплощении с этими темными силами. Не понимаю, что вижу шар. Просто говори. Шар, круг, зеркала, зеркала, кружится шар. Как из сегментов состоит? Картинка разбитая на куски. Воина вижу. В форме солдат. Это давно. Красный мундир. Шабля. Приказ. Машет шабли и отдает приказ. Это идет не орудие. Это что-то другое. Зачем ты ищешь, если ты знаешь? Тебе нужно только вспомнить, ты там был. Существуя какие-то большие, ты маленький, что они тебя учат. Ты принимаешь? Вон, а посмотри, какая функция этих зеркал. Отражает свет. Блеки солнца делает. Много-много солнечных световых пятен. А что внутри этих зеркал? Ты получаешь миссию, Илья? Нет, ты не сам себя назначил. Тебе это дам. Кто создал этот шар зеркальный? Извини, Павел, смотри дальше, далеко назад. Слишком глубоко? Да, отнесло глубоко. Вернись. Нет. Что ты сейчас смотришь? Понять, кто дал ему понимание. Посмотри. Кто эти? Это какие-то великаны, да? Это какие-то великаны, да. Они не имеют физической плотности. Плотность другая, только контуры. Считай ихнюю энергию. Я не знаю, какой энергии. И в то же время она знакома. Не могу ли я никому конкретному, но есть где-то часто встречается. Я понял. Хорошо, достаточно. Что-то очень... Слова идёт, благость. Это боги. Мы их встречали, мы с ними общались. Этого не нужно. Отсоединись. И посмотри структуру роя. Что ты имеешь в виду под словом рой, Илья? Что ей смотреть конкретно? Скажи. Сота. Соты, да. Как улей пчелины, знаешь, есть такие рамки, которые вставляют улей. И там пчёлы, и там пчёлы что-то ложат и запечатывают. Сот. Много-много такого строения. Квадратное. Квадратное. Квадратное почему-то нет. Не круглое, но квадратное. Как рамка воли, так и идёт. Внутри наполнено чем-то. Создаёт искусственный свет. Как янтарно-мёда. Но на самом деле это жёлчь. Нечто чужеродное. То, что нам не принадлежит. Не могу ни с чем сравнить. Нет таких познаний. У нас, в нашем Вселенной, нет таких определений. Моночка, слушай меня внимательно. Отключи сейчас мысли, эмоции, ограничения, рамки. И посмотри то, что нужно увидеть. То, что нам необходимо. Что нужно увидеть, говори. Некорректно задан вопрос. Или я не имею понимания, что именно смотреть. Не биологическое. На что нужно? Да, примерно. Моносуть врага. То есть это механическое, это компьютерное, это информационное, это... Смотри, кристалл это... Меня выкинуло. Я вернулся. Структура из чего состоит? Это все-таки насекомые, рептилии? Нет. Однозначно не рептилии. Насекомые скорее, да. Еще скажи, Илья, что именно смотреть форму? Из чего состоит что? Куда обратить мне внимание? Хорошо. Вот ты говорила рамки. Аналогичная вот этой энергетики в рамках на Земле, в каких структурах, где есть. Вот все, что видишь, ты и говори просто. Может быть, в людях, может быть, в строениях, может быть, еще где-то, как это работает? Организации. Правительство. Флаги. Границы. Государство. Я понял. Люди все, они изначально, когда рождаются, получают от энергетики? Либо ее получают? В какой-то момент? Нет. Не все получают. Некоторые имеют. Некоторые нет. Некоторые выбрасывают, им дают, как полушку. Они выбрасывают. А что происходит с людьми, которые получают эту энергию? Они становятся другими. Те, кто ее принимает. Что происходит с их душами? Они становятся как янтарные. Они становятся как смола прозрачная, грязно-желтого цвета, квадратной формы. Почему-то идет, они становятся не человекообразные, а как квадрат вокруг них. Они где-то внутри, как что-то в янтаре, знаешь, бывает. Насекомые или что-то. Вот такая идет картинка. Они как обрастают этим квадратным. С их сознанием что происходит? С их душой что происходит? Она не пробивается сквозь толщу этого смолы. Мне идет именно как янтарь, как смола, что-то твердое такое, но не камень, а вязкое, не пропускает волны. Сжимается, высыхает, чернеет. Черное и пустое место. С их волей что происходит? Личная воля у них в какой степени есть, в какой степени нет. Я вижу их как шарниры вместо колен и вместо локтей. Мы часто встречали таких людей. И мы не понимали, кто это. Масон. Нет, даже обычных людей. Из-за этого у них такие шарниры, вот как руки-ноги. Да, шарниры у них. Управление такими людьми происходит, они просто зомби. Они могут быть чаще масон, но могут быть просто зомби. под управлением этой твари, ладно. Просто через суперкомпьютеры происходит управление, поэтому как механистически кажется, это... А они все подключены к чему-то? Да. А как происходит подключение? Ну, это вообще сложно. Как вроде бы черепушка открывается, и тогда умонтируется какой-то чип. Что-то, что выключает, вырубает все, которое идет по человеку, и замещается программа действий. При каком процессе это происходит? Обязательно добрая воля. Должен принять человек сам. Обман. Да. Ну, это понятно, не все говорят. А как они называют этот процесс? Чипизация. Ну, это в будущем. А в прошлом? Относительно нас, вот сейчас, как это... Здесь и сейчас, как этот процесс называют темное. Я не совсем понимаю что-то подобное на иници... Инициалы. Освещение? Инициация. А как называется эта инициация? Со стороны людей. Паспорт. Не знаю, что это. Что видишь? Вижу, как паспорт, книжица какая-то. Получение чего-то? Согласие на получение чего-то? Нет. Нет понятия, я не знаю, что видеть. Хорошо. Посмотри, когда в субъективном времени эти силы пришли к нам? Или 13, или 17. Чего? Цифры видишь. Хорошо. А откуда примерно пришли? Направление какое-то есть? Есть. Квадрат какой-то открывается. Или ворота квадратные. Да. Большой квадрат делится на два квадрата, открывается портал. Сразу немногие, потом многие. Они разные. Вот как будто ты два видишь. Все, теперь это понятно с прошлого сеанса. Скажи, а через этот квадрат сколько пришло существ, явлений, кораблей, как угодно? В общем, юнитов, единиц. Сколько пришло? Триста восемьдесят семь миллионов. Разные. Есть большие, есть совсем маленькие, похожие на амебу. Они идут следом, их много и больше всего. Это как паразиты какие-то, что-то мелкое, как вирусы, блохи, не знаю что. Они следуют следом за теми большими, которые впереди, но те, которые впереди, они тоже разные. Они не все одной масти, они как-то размещаются. Можно здесь я включу сегодня? Очень важная тема. Моночка, посмотри, кто идет самый первый. Я вижу, какие-то как. Это похоже на кольца удава. Или что-то изогнутое. И глаза вижу. Глаза не смотри. Просто сверху, сбоку, наблюдаешь, летаешь, не вникаешь в ситуацию, смотришь. Видишь, как какие-то кольца удава. Он идет первым, да? Это существо. Нет, он не один, их много. Это скорее идет визуализация энергии, коварство какого-то вот. Такого, знаешь, как не я. Я понял. Энергия сейчас идет более считывается. Посмотри, что за этими кольцами идет. Следующее. Механизмы какие-то или те, кто не имеет чего-то внутри, как программы. Колограммы, кто-то, что-то. Смотри, что идет за ними. Следующее. Это похоже на рептилии. Идут рептилии. Обычные рептилии или мы таких не встречали? Это идет схематически, они одинаковые все. Дальше откуда идут? Кто идет за ними? Насекомые. Идут инсектоиды. За ними кто идет? Другие насекомые. Разные. Угу. За насекомыми кто идет? Следы остаются в небе, как отпечатки шашечек круглые. Вероятно, спорты. Ага. Дальше следующее идет какое-то большое. На муравья, что ли, похоже. Или на женщину, муравья. Не совсем понимаю. Матка. Толовище женское. Рук много, ног много. Глаза два большие, огромные, на голове. Сколько ног ты видишь у этого, у этой сущности? Много и она своим импульсом подгоняет этих всех, которые идут впереди. Она их подталкивает? И не нужно их толкать, импульс идет какой-то. Телепатический. Я понял тебя. Ну, это идет картинка, как парад. Знаешь, вот одно пошло, второе подразделение. Да, 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 я понял. Потом какая-то пустота и много-много всего хлынуло. Мелкие, маленькие. Как вирусы какие-то или бактерии. У меня они как амебы идут. Их множество, они толкаются друг на друга. Это те астральные паразиты, которых мы часто встречаем у людей? Ну, вероятно, но немножко. Знаешь, как я в школе такое видела на биологии, когда в микроскоп смотришь на что-то, и там много такого. Чем они все питаются в нашем мире? Когда они проходят сквозь этот квадрат, они не питаются. Они хотят кушать. Питаться начинают дальше, ближе. Те, что сзади, что их больше всего, это какие-то вирусы. Идет такое слово. Это не паразиты. Это болезни? Мы их воспринимаем на земле как болезни? Я не знаю. Этого не идёт. Информационный. Куда они двинулись, когда вышли из этих ворот, из этого портала квадратного? Нет, они не все сразу на землю. Некоторые тонко, а другие застыли в воздухе. Но некоторые, я вижу, идут на землю, а другие ждут. Как вроде для них должно быть подготовлено место, куда они потом придут. Сперва пошли разведчики какие-то или войска сразу? Их много. Как они вторглись на землю, под видом чего? Как это был сразу? Сразу война, какая-то бой. Сразу бой, потом обман, потом обратно бой, потом ещё больше обман. И потом они уже есть. Как с ними вступили в первый бой? Кто с чем воевал? Как им отвечали? Каким оружием? Война идёт в двух плоскостях. Первую какую ты видишь? На земле и на небе идёт война. Или из земли стреляют на небо? Из земли. Но это не так, как на самолёты, а куда-то в чёрное небо. В космос? Да. Лучи идут или какие-то как ракеты, снаряды? Из земли. Свет. Столбы, свет. Столбы, свет. Лучи. Нет, луч это что-то, что длительное. А это импульс. Импульс. Импульсовый столб попадает во врага. Смотри, что происходит с врагом. В тех, кто движется к земле. Его нет. Уничтожается с помощью этого импульса. Какие-то ашметки летят. Разрывает. Уничтожает высокие вибрации. Скорее, это даже не от сущностей, может, корабль какой-то. Сейчас вижу какие-то как обшивки. Опиши, пожалуйста, корабль, который не взорван. Как он выглядит? Тёмных. Как треугольник. Хвост заокругленный. Но впереди как треугольник. Стрела направления имеет такой вид. А есть что-то крупнее этого корабля? Что-то больше, масштабнее? Есть. Опиши его. Прямоугольные формы. Ровные линии. Чёткие. Большие. Сверху не очень чёткие линии. Это если снизу смотреть. Хорошо. Теперь найди самый крупный корабль из всей этой тёмной эскадры. Состоит из каких-то ячеек? Из ячеек в единое целое? Да. Там сидит как командир, кто-то главный. Не могу посмотреть. Сильная тошнота. Не приближайся, чтоб не тошнило. Держись на том расстоянии, где чувствуешь комфортно. Есть такое расстояние? Да. Держись там. Есть возможность сравнить размер этого корабля главного? С чем? По сравнению с планетой Землёй. Или с Луной. Она больше. Земля больше. А если брать размер Земли, насколько, как корабль выглядит? Как континент? Как остров какой-то? Да, вероятно, как континент. Огромный, то есть? Я не могу сказать, потому что я смотрю с того расстояния, где Земля кажется не слишком большой. Хорошо, достаточно. Посмотри, этот корабль управляется одним разумом, или там коллективное какое-то управление? Я не совсем понимаю. Идёт, что там кто-то один, но есть ещё несколько тех, которые готовы вступить в бой, как и ждут в какой-то, знаешь, как на скамье. Ну, то есть какие-то генералы там главные, да? Я понял. Есть ли у тебя возможность считать, кто самый главный? Пол? Энергию? Нет. Защита стоит? Я не понимаю, как это рассказать. А, ты считываешь, но не понимаешь. Говори просто, что чувствуешь. Я не знаю. Идёт ощущение, что там нету мышцей, либо женской энергии. Просто существо. Просто существо. Как бесполое, что ли? Угу. Те, кто сидит в том корабле и ждут, там идёт женская энергия. Матки. Угу. Угу. Энергия ихняя схожа с кем-то из интерферентов сущностей? Ихняя кого? Ну, вот этого главного, бесполого. Да, есть только помельче. Те, кто шёл где-то там в начале. Они тоже бесполые, но они просто как выхолощенные. у них как вроде бы совмещенные женское и мужское начало. И это нечто другое. А у того, что есть сверху, вообще нету начала. Я не знаю, как это объяснить. Просто так чувствую. Хорошо. Хорошо. Отсоединяйся к корабля и посмотрим битву. Значит, из земли идёт отражение, лучи, корабли взрываются. А чем они бомбят землю? Какие удары наносят по земле эти корабли различные? Вижу что-то. Знаешь, как бомбы сбросили на Хиросиме. Вот такой пошёл волна. Подобие ядерного взрыва? Да, я крипа не вижу, но я вижу, что идёт разрушение радиусом большим. Как от взрыва мощного? А кто сбросил? Какой носитель? От корабли. Посмотри, от этого корабля был какой-то луч? Да. И после луча пошёл взрыв? Да. Взрыв от удара был? или это какие-то воздействия? Или от удара? Или от не совсем понимая? Он приведён в действие, когда достиг какого-то места. понятно. Понятно. Хорошо. Это не от поверхности земли. Знаешь, как воздухе, как дистанционное управление. Я понял. как посмотри, что при этом происходило вокруг. И шло полное разрушение? ударная волна я вижу деревья гнуться до земли прямо. Да. волны большие. Как вроде все стихии вместе и огонь. Разрушение, да. Разрушение. А здания повреждались? Были ли там вообще здания, где наносился удар? Вероятно были, потому что вижу колонны, которые рушатся. Посмотри, знаешь, что? После этого взрыва было ли изменения в воздухе, в природе, в почве? Я имею ввиду негативные воздействия? Некорректно. Оставляли ли эти взрывы, эти удары, какие-то последствия после себя? Как яд, загрязнение? Да. Как это влияло на людей, на почву, на воздух? изменения состава воздуха, изменения как вроде сверху что-то собирается, целый как пленка, слой поднимается вверх, там собирается. Остается там, над этим местом? Какое-то время, да, потом на земле. Оседает? Да. Хорошо. Как люди воевали? Поднимались ли какие-то корабли на борьбу с этими вторженцами этой войной? Или только лучами отражали атаку? с кораблей тоже воевали, но не в космосе. Я вижу, там, где летали эти корабли, небо не настолько темное, как космос. Они поднимались из поверхности земли и были где-то на втором уровне, на третьем и вверх отбивали атаки. Чем стреляли наши корабли, которые поднимались с земли? Я не понимаю, что это. Вижу картинку, как лазерный луч, только очень широкий. тепловое воздействие, разрушительная сила звука какого-то. Когда попадал во вражеский корабль, что с ним происходило? На куски разрывался. От этого звука? А посмотри место откуда, устройство, место, откуда исходит этот звук из корабля земного. что-то круглое вертикально вверх направленное. не совсем. Оба есть градусов 85-80. На передней части корабля? Или по центру, или на передней части. Где же передней части? Материал сможешь считать? Из чего состоит эта круглая штуковина? Мягкий, светлый, желто-коричнево-зеленый, податливый, мягкий. Как металл, но не как железо. внутри внутри что-то есть? Полая трубка. По ней идет энергия? Она направляет. Откуда идет энергия? Эр какой-то ерунду видишь? Говори, что видишь. Вроде кто-то большой световой шар туда ложит и отлетит. Кто ложит? Те, кто находятся на корабле. А кого ты видишь? Того, кто создает шар? Человек. Ангела не создает, но берет. Берет. Откуда берет? Ящик какой-то, корзина. Ящик скорее. Какой-то отсек, где лежат такие шары. Их там много? Да. Он берет, заряжает? Это не отсек, как ящик стоит возле этого орудия или что-то. Руками берет? Рукам нет вреда. Берет спокойно руками, ложит, заряжает, идет как выстрел, да? Что-то такое. Да. А материал этого шара? Что это такое? Энергия? Скорее, да. Я не вижу плотности физической. Выстрел идет спереди или сзади? Кого? Корабля. Орудие стоит на носу, спереди? Нет. Она не в центре, она сдвинута в сторону. И трудно понять. Но когда ты задал конкретный вопрос, я увидела, что корабль движется, а это стреляет как с хвостовой части. Или он может видеться в разные стороны? Откуда они берут эту энергию, эти шары, которыми заряжают эти оружия? Реакция какая-то создается. Еще на земле? Или внутри корабля? Ну, это вообще какая-то картинка, как вроде бы что-то во что-то добавляют. Получается. Состав. Что-то как состав смешивают. А посмотри, пожалуйста, что с чем смешивают? Энергию с каким-то материалом или? Да. То, что они смешивают, тоже химический элемент. Это эфир. Берут часть эфира. Да. И нас смешивают с каким-то химическим элементом. Да. А есть название химического элемента этого? Вижу только что жидкость. Как розового цвета. Розового цвета жидкость? Плотная? Легче воды немножко. Где-то стоит в таблице. Есть в таблице химическом. По другой плотности. Попроще, чем вода. Полегче, чем вода. Более жидкая. Не знаю, что это. И еще какой-то. Третий материал присутствует? Да. Какой? Обратно же непонятно, как металл блестит. Но тоже жидкий. Все жидкое. Жидкий, как металл блестит. Серебристый? Вероятно, да. Следующая фаза после жидкости газ. Поэтому смешиваются материалы, которые похожи на воду. И получается материал, который похож на газ. Это может быть в расплавленном состоянии. Мона, давай перебором попробуем. Давай? Давай. Это сера? Идет, да. Это ртуть? Обратно слышу, да. Давай я буду просто говорить, а потом... Давай говори. Это фосфор? Часть только. Это олова? Нет. Это цинк? Нет. Это магний? Что-то от магния есть в той розовой жидкости. Это золото? Нет, оно выпадет в осадок. А в какой части фосфор? Можешь пояснить? В этой части. В составе жидкости. Откуда брали фосфор? Кислота, химия, не знаю. То есть не животное, не растительное? Как вроде бы из какой-то руды. Я не понимаю, что было бы камни где-то. Что с этим делали? Подогревали, охлаждали, дробили? Процесс получили? Процесс получения фосфора из руды? Чтобы получить вот этот шар, из которого бралась энергия. Смешивали просто как из трех емкостей в одну. А пропорции можешь сказать, чего больше, чего меньше? Больше всего было того, что как газ эфира. Эфира. Откуда это брали, газ эфир? Умели его концентрировать, вытаскивать, вытягивать как-то. Из чего? Странно идет, как с воздуха, как. Не знаю, не могу описать. Есть устройство, как вытягивают из воздуха эфир? Собирают он, как стекаются, ты знаешь, как... Эссенция. Да, как вот дождь идет и по стеклу капли, или пара на... Вот скорее, как парное какое-то помещение на стекле, вот вода, конденсат. Конденсат скапывает куда-то потом. Да. Как собирается этот конденсат? С помощью чего-то? Да. Чего? Здание приспособления. Форма? Здание какая? Сфера. Сверху. Похоже на купол церкви? Да, как полусфера. Стекает по куполу? Да. Куда-то? Собирается в емкость? Да. В центре, под этим куполом есть что-то, как прямоугольная форма. Под этим есть, как резервуар в земле. Там собирается, охлаждается на уровне земли. Становится более плотно. Потом оттуда извлекается. Санкция концентрат. Ага. Как на людей действует этот эфир? Повреждений нет. Вредит как-либо? Удяется информация, что нет. А использовали только в орудии? В оружии? Нет. Где еще? Как у нас лампочки, как у нас в холодильнике. Как у нас телефон. Здесь и сейчас у нас где-то он используется, этот эфир? Применяется ли он где-то? Запрещено. Никто и нигде не использует? Нарушая запрет, может быть? Есть. Есть лаборатории, нарушая запрет. Где эти лаборатории? На земле где-то? Да. Люди используют? Да. Отсоединись оттуда. Достаточно, Илюх? Моночка, отсоединись. Да пока хватит. От всех и от всего. Час, родотворно. Да, да, достаточно. Она устала. Моночка, возвращайся на рабочий уровень. Возвращайся к своему эфирному телу. Илья еще рядом с нами, посмотри. Его эфирное тело. Молодец, Илья. Посмотри, что он сделал. Ноги освободил, когда ты успел. Пока мы работали. Что-то изменилось еще, кроме того, что освободил ноги. Да. Что ты видишь? Огонь погас. А лед сзади? Кристаллы отпали. Сфера чистая. Прекрасно. Он все выбросил, все. Избавился от всего? Да. Хорошо. Чудесно. Мона, почему ты не берешь новые возможности, которые к тебе идут, а ты не хочешь ими пользоваться? Как их брать? Не вижу. Все понятно. Ладно. Объясни, пожалуйста. Сама поймет. Не против, это главное. Я хочу. Я тоже. Мы хотим. Мы хотим очень. Хорошо. Страх уже прошел, все со временем придет. Просто пока твой мозг не осознает, ты не возьмешь. Пока ты не знаешь, что брать. Не видишь, не поймешь, я знаю. Да, да, да. Хорошо. Палок в лесу есть несколько хороших нигде, но отличить их от палок нужно. Да, да, да. Если оно не придет, все поймешь. Все, теперь я понял. Это не отказ, это все. Непонимание. Да. Я ей даю, вот, кучу всего сможешь сделать. Не берет. Ладно, хорошо. Проверь, пожалуйста, себя. Было глубокое погружение. Посмотри свои глазки чудные. Все хорошо. Свою веру, свое тело. Все чудесно, все хорошо. Выходим. Почти мурлыкает. Есть изменения какие-то, посмотри. Нет. Я вижу по улыбке, что есть. Потом расскажешь. Отсоединись от всех и от всего. Я сейчас посчитаю от одного до трех. И на счет три. Ты вернешься в состояние, из которого я с тобой разговариваю. Один. Два. Три. Восстанавливайся. Не торопись. Остановись. Очень сложно читать, тут же слушать, тут же очень тяжело. Я не хотел переливать, потому что канал, я думаю, лучше один, чтобы был. Голос. А как тебе лучше, расскажи? Вот когда голос один или можно менять? Нет, можно менять. Главное, что я вначале озвучила, что я доверяю обоим, и у меня нету отторжения. Я просто не хотел, чтобы ты дергался. Я понял, я тебя понял, и очень тяжело. Я воспринимаю информацию от обоих, если идет принятие этого. Хорошо. Ну, мы отработали этот вариант на печатание. Если не лучший способ, значит... Илья, чем-нибудь... Да, насчет этого, ну, я понял, что это не главное, да. Ну, я хотел знать... У Ильи есть. Когда был нанесен удар? Тут нужна была дата тебе, да? Да, потому что я не могу... Я так думаю, что такой информации гарантия нет в свободном доступе. Дату мы очень всегда... Я так думаю, что даже те, кто тебя назвет ее, тот, скорее всего, соврет. Да, потому что это было как бы извне времени, но в прошлое. Да. В прошлом, однозначно. Даже если тебе кто-то другой скажет, вот из слиперов, или кто скажет, что это было там какой-то год, вот точно этого не будет. Он что-то увидит в субъективном времени, и я зацеплю тот момент и предотвращу. Да, поэтому даты мы проверяли, знаешь, вот интересный факт. Мы смотрели одну дату, и Мона говорит, я вижу четко первую цифру. Я вижу четче, уже не сильно, но четче вторую, третья хуже, и последние расплываются. Как будто кто-то специально вот, ну, не дает увидеть четкую дату. Ну, это особенно, когда из будущего в прошлое идет, либо наоборот, чаще всего самые хитрожопые, да, и работают. Потому что иное мышление и иные законы, вот у этой внутри соты, как говоришь, поэтому она может со временем играться, эта тварь. Вот это вот самая большая гадость в ней. Нет, Илья, она не самая главная, это что, как матка. Их несколько, на самом деле. Естественно, сейчас же несколько, да. И они в этом корабле, понимаешь, одна пошла на нападение вроде бы, а те ждут, как скамья запасных. Ты понимаешь, в чем фишка? Одна главная, она приказывает, а есть несколько, вот на случай смерти, муравейники, есть главная самка, есть несколько живых таких. Вот как именно идет скамья запасных, знаешь? Да, несколько заменить, но сюда пришел один рой, еще, по моей информации, два куда-то еще пошли. Это уже другая история. Ладно, с этим все понятно, все отлично, состав красной ртути мы так и не нашли. Это была красная ртуть, розовая была? А что это розовое такое было? Это красная ртуть. А что такое эфир? Такого нету вообще. Теперь нету, но это вот состав и привлекает. Да? Да. Если вот ящичек с шариками из этой красной ртути соединить с пушечкой, она вот именно так вот вибрации чуть-чуть ударит. Аксельбан для чего? Не знаю, что это. Соединяли, но у военных. Это такая вилка, да? Да. Вот сейчас осталось, как вот эта вот фигня намотана. И если эти для... Эпалеты или как они? Эпалеты, да, погоны такие с эпалетами, они для... Вот когда на тебя идет эта волна, лучевое оружие, энергетическое, неважно. Они, ну, типа бронежилеты такого. Все на энергетике было. Вот и лучи стреляли в волна. Ну, в общем, Эпалеты вот соединялось все. И стреляли. И плазменные мечи были, и все-все на этой энергетике. Но вот эта энергия, она бралась вот из этой вот красной ртути. Ее везде демонтировали, естественно, поубирали. Но это халявный, огромный источник энергии. Из воздуха. Как ты говоришь? Даже обычную ртуть. Как можно из воздуха брать? Брали из воздуха энергию. А энергия везде. Бесплатная, да. Нам сказали, что вот вода – это вот тут, в крайне, и нужно за нее платить. А то, что вот с неба падает вода – это не вода. Вот. И, соответственно, это природно. Чем больше через людей проходит тем и возраст, и озарение, и все. В общем, исцеление. Рестораны были не для покушать. Рестор. Ну, ресторация. Восстановление. По-английски рестор. И так далее. То есть, все было иначе, но это все понятно. Я такое еще помню. Да, насчет этих вот больших ты прошел. Гадала, ладно. Я не угадала. Она не угадывала. Ну, ладно. Есть что рассказать об этом, приоткрыть информацию? Что это за большие? Да, все верно. Ну. На канале. Понял. Смотрите. Послали нас разобраться с этой твою. Я тебя видела, как вот это, знаешь, вот эти, как, мультики советские этот, который солдат такой, знаешь, кто там в красном кафтане, вот, и ему что-то рассказывают. Вот так я тебя видела. Щелкунчик. Тебе давали задание. Нет. Не щелкунчик. Ну, вот такой красный, да, да, да. Тебе давали какое-то задание, но это... Какие-то давние времена ты имеешь? Такой бы форма такая. Это нет. Когда-то покажу сказку-мультик, покажу тебе, что я видела. Ну, послали, послали, как всегда. Нормально, не впервые. Ну, так было, Илья, да? Видела более-менее правильно, да? Ты смотри, там очень много рук снизу, за тобой тянутся. Да, достали они. Это был маленький слабый, они доставали. Сейчас уже так смотрю, можно прекратить все это. Это все Рой. Все чужими руками. Она уже не хочет огрести по полной, она все чужими руками старается делать. Она уже тут натворила делов. Потом я с ней поговорил, стали действовать законы нашей Вселенной. А с тех пор она действует все чужими руками. Чтобы сама не нести ответственность. Ну, это долгая история. Очень интересная история. Да, пипец, на всю голову. Третью жизнь уже от этого интереса пытаюсь. Это получается, в три воплощения назад тебе это задание дали? Да это много воплощений. Назад, неважно. Неважно, да. Боевостолкновения начались уже в третью жизнь. Ладно. Теперь уже знаем, что мы имеем в виду. А то не знали. Что за херня? Миры пропадают, на связь не выходят. А что за фигня? Нет. А что лезет? Что за хрень? Она же скрывается? Да. Зазеркалье. Вот это зазеркалье. В Олимпиаде классно, кстати, показали. Вот это на церемонии закрыт. А ты можешь сказать, это было показано с какой целью? Я имею в виду... Ну, не случайно же показали на Олимпиаде именно все так? Да. Показали это с целью тем, кто хочет... Это программирование. Предиктив программин, предсказательное программирование, как угодно называть. Только это, пожалуй, единственное, но еще пару случаев есть, позитивного программирования людей. То есть, загружается сознание одним образом, они выключаются от сознания, и в подсознание на материализацию идет то, что надо. Вот у меня «Магия кино», хороший фильм, но себя не похвалишь, другие забудут. Мы как раз об этом как на... Я посмотрел третью часть. На материализацию, да. Интересно. Ну, примерно так. Я давно об этом знал, что внедряют в подсознание образы и символы. Ну, стандартный путь, если ты хочешь достичь магии и всего прочего, выключить внутренний диалог, чтобы мозг выключить не мешал, и работать напрямую с подсознанием. Но ведь можно и хакнуть, не останавливая внутренний диалог, а просто забить мозги всякой фигней, вспышками, видеорядом или просто речитативом, рэпом, и забить то, что нужно в подсознании, обойти. Сторож, склад охраняют условно разум, он должен фильтровать и прочее. Можно его там по-хорошему разоружить как-то, а можно стукнуть в обход, забить, чтобы он не справился. На самом деле внутренний диалог остановить это очень тяжело? Ну, вот можно сделать иначе. Развить до максимума, чтобы всё сознание ушло на его обработку. И напрямую в подсознание. То есть перегрузить компьютер, типа? Да, ДДОС-атака. ДДОС-атака это называется. То есть много. Прикольно. Он выключается и всё. То есть не выключить, а спалить нафиг. Да, загрузить, чтобы он завис. Вот всё. МТВ и прочее этим занимают. Да, да, да. Телевизор это же вообще мрак. Идёт зомбирование потом. Особенно такие каналы, как клипы, вот это в первую очередь, блокбастеры. Вот я разобрал шнура, кимбру и всё прочее. Там сейчас фармер на пути. Их сотни, я уже устал их фильтровать. Сейчас некоторые разберу. И всё одно и то же. Как она пришла, что будет дальше. В открытую. Потому что она уже по законам нашей вселенной обязана сказать. Она говорит, а то, что мы не поняли, это наша проблема. Это наша проблема. Она обязана предупреждать. А с неё взятки гладкие. И если человек не понимает, схавал это, то ну и хорошо. Пока она и вправе быть самой собой. Раз уж она пришла. Потому что она другая, это тоже наша проблема. Мы не поняли. И вот все клипы об этом. Сотни уже. Илья, я очень хочу понять, что я могу взять. Что это такое? Со временем мозг чуть-чуть размягчается. Ты начинаешь понимать. Поймёшь. Хорошо. Увидишь. Возможности подключки этой вселенной. Всякий, кто работает против этой твари, получает кучу возможностей. Во-первых, карма позитивная. 100-500 килограмм. Возможности подключки от нашей вселенной. Во-вторых, всё, что она там нахапала, у неё же сейчас будет вылазить, выходить. То есть она разрушает нас и кушает. А вот если она разрушается, всё возвращает. Это всё возврат, ещё стократно себе. Это как войска пошли на войну, да? Если захватили, это твоя, значит, добыча. Ну вот, типа того, да. Вот если победим, нам будет добыча. Кирпичики. То она разрушала наши дома и свой дом нехороший строила из нас, как из кирпичиков. А сейчас её дом разрушается, и мы можем... Только уже кирпичиков больше, потому что ещё добавляются кирпичики за разрушение врага. Но ты не видишь эти кирпичики, пусть они лежат рядом. Потому что ты не понимаешь, что с этими кирпичиками делать. Ну ладно. Видимо комфортно. Вот и всё. Нет, нам нужны кирпичики. Просто надо понимать, чтобы мы их не перепутали и использовали именно в себе во благо. Вот пока нет понимания архитектурного образования. То есть нам сказали, что этого всего нет. Нужно расширять своё сознание. Нас сейчас обрезали, зомбировали и всё прочее. Как ты расширил своё сознание? Ну вот как мы к этому пришли, это понятно. А как ты к этому всему пришёл? Ну, после третьей смерти, ты знаешь, пришлось. Только в этом воплощении, после третьей комы как-то вот... И после этого ты как-то стал более отчётливее понимать? После этого мозг иначе заработал, начал видеть. Иначе начал. А ты видишь? Нет. А муж-то долго объясняет. Ну вот, Мона уже чуть-чуть поработала, чтобы я освободился. Посмотри грань будущего, фильм хороший. Я смотрел. Я вообще не смотрела. Это офигенный фильм. Я ещё год назад... Фантастик несёт очень много ответов, которые я внёс в нашу работу. Ты понимаешь, я ещё год назад даже не смотрела фантастику. Я запрещала себе читать фантастику, смотреть фантастику. Я убегала от неё, как чёрт от лада. Потому что фантастики нету. Нет, ну понимаешь, от всего я не разрешала, я не верила ни во что, я не видела ничего. Я не воспринимала того, что я сейчас делаю. Если бы год назад мне кто-то сказал, что я буду таким заниматься, я буду там что-то видеть, я бы сказала, что ты дурак вообще. Но это нереально, это не я. Я вообще не такая. Я от этого бегу, я этим не интересуюсь. Ну молодец. Да я даже не знаю, молодец, что убежала, не убежала или что молодец. Ну что, сейчас сохранил чистый осознание. Важно сохранять чистоту во всех смыслах. Может так. Всё отлично. Спасибо вам. Илья, мы тебя тоже благодарим. Да, тебе спасибо. Нам очень нравится делиться с тобой информацией. Очень от тебя идёт. Даже если мы тебе крупичку дадим. Это всё равно крупичка. Это лучше, чем ничего, правильно? Пока это больше для вас. Я-то вам ничего этого не говорю. Это вы сами видите. Это больше как подтвердение. Да, мы не знали, куда смотреть. Мы не знали. Мы бы никогда до этого сами. Ну когда-то бы дошли, но когда и как, каким путём. Здесь эта информация идёт семимильными шагами просто. Развивайтесь. Я всё это знаю. Кроме состава красной ртути. Нам ещё очень сложно понимать, откуда человек это всё может знать. Мы привыкли, что мы даём кому-то знания. Вот. И теперь вот получается, что откуда ты это всё можешь знать? Ну получается, что да, откуда-то идёт информация ещё выше, ещё как-то глобально. Потому что раньше, ещё летом буквально, мы это воспринимали всё совсем иначе. Сейчас мы это воспринимаем вот до встречи с тобой уже по-другому. А теперь это вообще переворачивает всё. Ладно, прогиб защиты на наступление на лето, контрнаступление. Сначала в информационном плане, потом во всех. Это не прогиб. Хорошо. Погиб тоже защитил. Ладно, разберёмся. Завтра, наверное, я полечу в Бангладеш. Но надеюсь, что к следующему, условно, четвергу или к субботе. Потому что в Бангладеш выходной – это суббота. Я там посмотрю, как со связью. Может быть, перенесём на субботу, если... Нужен состав красной ртути. Как угодно. Хорошо. А что не хватает для состава красной ртути? Процентов. Процентов и конкретного состава. Потому что, ну, наверняка это там... Я думаю, что это магний, цинк, либо фосфор. Скорее всего, фосфор. А фосфор может быть кислотой? Батарейки, они... Он может быть кислотой? Они ртутно-цинковые. Она может использоваться для того, чтобы это всё размягчить. Да. Потому что я видела... Потому что это металл. А остальные металлы могут быть размещены кислотой. Ну, чтобы не плавить, чтобы ничего. Да, это всё понятно. Вот следующее мы можем посмотреть. Там, как размягчали камень, всё остальное. То есть, полазить. Следующий сеансик. Пока хватит с этой фигнёй, потому что... Мозг ещё не перестроился, ты не знаешь, как всё это писать. По структуре роя и всё остальное. Ну, ладно, я ничего говорить не буду, потому что... Если нужен состав, не нужно просто рассматривать что-то интересное, но не столь значимое. Углубляться и час уделять именно этому. Просто элементарно как-то, я не знаю. Илья, всех благ тебе, тебе завтра ехать, тебе собираться. Да ладно, это всё. Всё. Добра. Пока. Взаимно, на связи, напиши, мы подготовим. Спасибо.